ну и дальше собственно говоря сам рейндж ровер сейчас будем полностью смотреть но и дальше как говорится прямая речь смотрите оставайтесь с нами ну и подписывайтесь будем стараться и дальше для вас выпускать интересные видео поехали по данным значит машина так как и есть пятый год завезена она сюда в шестнадцатом году 140 киловатт 317 тысяч пробега это верный пробег не скрученный это показывает все базы данных по капоту не хватает одного парковочного датчика и второго передние диски и колодки тормозные совершенно новые не ездили на них нисколько не были в использовании заменены полностью резина остаток процентов протектор остаток протектора процентов 60 70 диски 20 резина всесезонная м плюс с впереди десятого года крыло левое вот такие показания дальше дверь водительская крашеная крашеная без шпаклевки крашеная крашеная задняя дверь крашеная со шпаклевки со шпаклевкой 180 170 190 крашеная со шпаклевкой стекло оригинальное 2005 год заднее стекло тоже оригинальное крыло 117 172 150 160 140 147 164 147 крашеная 150 задняя диск не поменят но он еще не очень поменен Задние колодки Скорее всего и скоба Диск не меняли Вот новая стоит И задние колодки скорее всего поменены Резина стоит другая, лучше чем впереди Намного лучше практически новая Год выпуска 20-й, размер 275-45-20 Год выпуска Был на другой стороне виден Здесь пока не наблюдаю Ладно перейдем Гомпетус Винтер 2 Гомпетус Винтер 2 Ну резина хорошая На задней части диски Минимальные повреждения имеет диск Не особо поврежден Нету повреждений практически Вот такие мелкие царапины Задняя крышка Алюминиевая Показания По алюминию Компетус То же самое Здесь значит ДОТ 31 неделя 20-го года Фактически новые Заднее крыло Шпаклевки Сильные причем Вот это наверное и было Место аварии Которое у него зафиксировано Место аварии Место авара В основном И мы поaczаем Главное Видео Где вы Место аварии Показания Двери, естественно, крашеные, какие показатели. Передняя, правая дверь. 64. Передняя, заживи ячные, заживи ячные, заживи ячные, заживи ячные. У меня есть повреждения крышки. Ага, потом посмотрим. А крыша? Крыша? И все, как машина? Не крашена. С другой стороны. С другой стороны. Резина вполне достойная. Но они разных производителей, но одинаковых размеров. Что впереди, что сзади. Размер один и тот же. Высота и ширина. Но задний резин в более лучшем состоянии намного. Остаток процентов 90-80. Процент 80-90. Есть мелкий ответок. Царапины. Мелкие. И их довольно много. Ну, бампер, конечно, выставлялся. Неровный зазор. По большим царапинам с дождем будет не очень видно. Но мелкие царапины от веток присутствуют. Очень мелкие, которые полируют. А вот и большая царапина есть. Это уже идет от угла бампера, которая уже не заполируется. И идет через первую дверь. На вторую, на заднюю. И заканчивается на задней двери. Через две двери. Она не заполируется. Ее подкрашивали, скорее всего, или карандашом, или так. Губкой. Чем-то пытались исправить. Стекла на задней стороне родные. Это тоже родное стекло. И это родное. 2005 год стекло. Переднее стекло Менина. Скорее всего, в 2019 году. Вот девятка здесь. Думаю, что он в 2019 год. И переднее стекло имеет нити подогрева полностью. И значок, что она с нитями подогрева. Вот он. Переднее стекло. Нити подогрева влиты полностью по всей площади стекла. Ну, и люк имеется, конечно. Теперь надо посмотреть внутри, пороги, промерить. Для этого ключи возьму. И подключиться, посмотреть мотор. И все это дело. Это будет уже вторая часть. Вот такая вот история. Двух датчиков нет. Ну, так выглядит его ручка. 317 тысяч. Роль им что-то делалось. Или поле качественное. Роль заедает. Менеджер. И дал нам посмотреть машину изнутри. С его слов у машины пневматическая подвеска на 4 колеса. Это с его слов. Значит, предпусковой подогреватель стоит у машины. Дизельный. Который подогревает мотор и салон. Он, скорее всего, штатный. Но я точно не могу сказать. Значит, состояние, ключи, пульты. И все такое. Ну, вот потертость имеется. Обдув работает. Подогрев сидений. Испробуем направление. Поставим градусы. Значит, 28. Тут поставим максималка. Так, обдув имеется на стекло направил. Мы посмотрим, дает он или нет. По салону. Сканер разрешили подключить, что очень даже удивительно. Кожа. В коже имеется везде царапины по коже. Но они незначительные. Состояние комментировать не буду. Вот оно. Все при вас. Так. Так. Ну, что-то толщиномер заглючил. Здесь, значит, руль не очень пошкрябанный, но заедает его. У пороги немножко подертые дверные карты. Харман, кордон система стоит. Ну, это все на силиконе, на суднище. Здесь стекло замерзшие, но работает вроде с этой кнопки. Тут есть потертость. На силиконенность. Есть подогрев задних сидений. Воздух идет. Сзади сидения получше. Получше. Сзади сидения получше. Потолок. Ну, есть какие-то заляпанные точки, но это не критично. Коврики резиновые по всему салону. Не здесь коврики. Что-то с толщиномером случилось. Не включается. Странно. Надо теперь багажник как-то открыть. По заднему. Заднее тоже работает. Сидения. Ну, в удовлетворительном состоянии. Более-менее. Порог тоже не сильно. На силиконе, конечно, все. Здесь на колонке пролом. Вот здесь. Здесь более-менее царапель нету. Много. По водительскому. Значит, начинает выдувать. Пойду закрою. Так это болезло. С моим толщиномером случилось. Посмотрим, сканок под ключом. Первую часть закончила. 49. 49. 56. 50. 45. Поболтанчик. 50. 57. Морок плохо работает. Толщиномер. 54. 54. 58. 50. 50. 50. 51. 52. 53. 52. 53. 53. 53. 53. 54. 54. 55. 54. 54. 57. 56. 56. 57. 58. 58. 59. Как там с кнопки тут ее открывал? Ага. Пойдем посмотрим. Порог здесь. Так, так, так. Как все выглядит. 43. Сорвусь. 50. Холодно. 47. 42. Попробуем руль. Общая картина есть. Что-то он глючит. Посмотрим дальше. Как руль реагирует. Может стал меньше закусывать. Может гидравлику прокачало. Чуть-чуть есть. Работает ровно. Сейчас посмотрим по звуку. Работает так ровно. Довольно. Но выхлоп не самый сладкий. Но выхлоп не самый сладкий. Еда все видит. Товарищ. Товарищ. динамик... Думаю, не идет работать ровно. Вот предпусковой подогреватель У test. Сейчас как он включается, не знаю, но попробую найти, как же он включается. Сейчас общая картина. Шумки нет уже, наверное ушла куда-то. Капот алюминиевый, как мы вчера мерили. Припусковой подогреватель. Как-то он должен запускаться, но откуда это пока что не известно. У меня запускается с пульта. С ним я прокатился. Вроде педалем под педалем. Провода торчат. Регулятор сидений с памятью. И ветрорегулятор данный. Там уже включается предпусковой подогреватель. Может с компа, тачскрин, навигация, медкарта. А как же включается подогреватель? А, есть карта, загрузил. Не загрузил какую-то карту. Сверху тут берет лампочки и лег. Интересный номер был. Он гудит. Наверное замерз. Начал гудеть, но наверно он примерз. И все окна замерзший. Так, по окнам. Что тут было вчера? Эта кнопка не работает, это тоже запало. Это только одна. Регулирует. Регулирует одна только кнопка. Ну-ка, фарм. Это только новая парка. Соберт-п toilet. По потолке. Да, вот, справа. Подговорим. Ватник на кладку. Сзади тоже все ок. Покажем вам, покажем, если я вам, так, на слог. Может он электрический? Надо посмотреть. Вдруг он электро. Электро багажник. Ну, так вот, работает вроде ровно. Сканирование быстрое. 82%. 85%. 100%. Неисправности. Но часть тут будет... Часть тут будет из-за падения напряжения, потому что машина стояла. Неисправности. Тут их можно прочитать все. И сохранить. Вот, 17 блоков. Ну и вот сколько неисправностей. Возьмем самый первый. Модуль управления коробкой передач. Открываем. Информация БО. Так. Выход не то. Коды неисправности. Ну, низкое напряжение в сети. Да. Это. Из-за падения напряжения. Было. Из-за падения напряжения. Дальше. Выход. 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 Толкнуть. Сейчас. Продолжаем. Подогрев левого сидения. Скорее все не работает. Постоянные ошибки. растения. Подожди на etapе. Все. Да. Сейчас. Скорее. Вам колесо. Отром. 어나ga. Уже. hasta 1abланианч. Уже. Учди. Огром ansch Đения. Ну вот такая вот история. И конечно можно все удалить. Электроопускание работает. А как он двигается, электрически или нет. Электродвижение сиденья тоже работает. Сидеть довольно удобно. Ну вот такая вот история. Что у нас по крыше? Может закроем ли? Ну подогревы сиденья не работают. Тепла не идет. Так, сейчас направление воздуха. На человека работает, воздух теплый. Уменьшаем обороты. Ну идет, да. Идет. Идет, идет, идет. Воздух идет. Вот. Ставим на стекло. Ну, ездить, отъезжать не разрешил никуда. Поэтому не видим, что тут еще есть. До багажника надо добраться. А вот, с руля может. Так, что у нас тут на руле? Сигнал. Круиз-контроль. Радио. Ну, в общем, вот такие вот ошибки он выдает. Ну, скорее всего, большая часть у них из-за просевшего аккумулятора, падения напряжения. Это все я сейчас оставлю. Сохранить все данные. Идите пробег. 3, 1, 7, 3, 1, 7, 8, 1, 1, 8, 1, 1. Окей. Все. Рейнж. Рейнж. Попробую коробку, как она подключается. Ну. Переключается нормально. Ездить он не разрешил. Ну, я не попробую хоть так. Парк задний. Ну, движется. Нормально. Парк. Драйв. Не бьется, не пинается коробка. Парк. Ну, включать нормально. Выбор режима. Угу. Простой городской режим. Подушки на все четыре колеса воздушные. Так сказать. Обогрев стекла, как я уже говорил. У него, вот, ТОБА поставлю. Грязновато, но он так сильно не затер. Регулятор руля одной рукой все неудобно делать. О, по этой и по этой. Ну, руль в довольно приличном состоянии. Вообще не затер. Или его перетягивали. Хотя он очень качественный. На коже, наверное, он вообще не затер. Скорее всего. Оп. Зеркала. Так. Работает. Правая. И левая, и правая. Оба зеркала работают. Работают. Ну, это парковочные датчики, скорее всего. А где же Вебаста у него? Вот это мне трудно сказать. Включение Вебаста. Может, с пульта. Как же же у меня багажник-то открыть? Так, это главное не забыть. Диагностический сканер. Разъем. Это я открыть не могу. Не знаю, как он открывается. Посмотрим. Мы смотрим сзади. Надо щетки попробовать, как-то его открыть. Он никак невозможен. Не знаю, что это за клинка. Хоть утони не получается. Должен быть уже с салона открывалка. Не знаю. А, подача воздуха и отсюда тепло на колени. Капот есть. Как открывается багажник, товарищ? Акто-кулев Подписки. Капот. 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 Продолжение следует...